Сегодня второй день Донбасс Медиафорума, в этом году он проходит онлайн. Громадская предоставила нам любезно площадку, на которой мы смогли это все организовать. И давайте посмотрим, что у нас там. Тут проводят панельные дискуссии. На какую тему сейчас проходит дискуссия? Сейчас будет дискуссия о том, как пандемия, коронавирус изменила работу местных СМИ, в частности на Донбасс. Идем дальше. Здесь происходит вся магия, с помощью которого мы можем организовывать онлайн-эфиры, дискуссии и воркшопы. Ежегодно на Донбасс Медиафоруме был вот такой вот стендик, на котором были книги, участник мог подойти, выбрать себе любую, которая ему понравится. В том году это можно было сделать физически. В этом же году книги будут отправляться зарегистрированным участникам по почте. Скажите, пожалуйста, как у вас прошла дискуссия? У нас чудово, очень интеллектуально прошла дискуссия. Я думаю, что это один из лучших медиа-менеджеров в стране, до которых нужно обратиться за консультацией обовязково. И стежить, в принципе, за ними. Потому что, если вы не разбираетесь в медиа-менеджменте, у вас не будет никакой компании, которая будет двигаться вперед. И вы не будете чувствовать себя современной, цельной компанией. Пакеты участников, да? Можете показать, пожалуйста, что там? О, мы и можем. Это распаковка. Будьте, пожалуйста. Это чудовый термос. В кольерах, которые мне понравятся. Потому что в таких самых кольерах Межигиря Фест. Вот, который мы делаем. И который партнерится с Донбасс-медиафорумом всегда. У нас есть чудовие блокноты, которые мы будем использовать и писать. И главное, что они эко. Это очень современно. И эко-сумка. Очень спасибо организаторам. Чем отличается воркшоп от дискуссии? Во время дискуссии участники и зрители обсуждают какие-то важные вопросы для украинского общества. Сегодня украинское международное общество делится своим опытом в этой сфере и так далее. Во время воркшопа обычно тренер или тот, кто проводит воркшоп, он делится своими знаниями. Цель воркшопа – это повышение квалификации журналистов. И журналист сможет больше узнать после этого воркшопа, получить какие-то новые навыки. И вот здесь у нас проходят воркшопы. На этом воркшопе у нас сразу три спикера.